Детальнее о ситуации на фронте. Прямо сейчас поговорим с Владиславом Селезневым, военным обозревателем, бывшим спикером Вооруженных сил Украины. Он сейчас с нами на прямой связи. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Владислав, что ж, сегодня Украина подверглась очередному удару со стороны России. Известно, что воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 47 ракет, но также интересен тот факт, что Россия применила ракеты «Кинжал» из двух самолетов МиГ-31К. Как вы прокомментируете это событие? Ведь это, по сути, редкость за эти 11 месяцев войны. Их использовали порядка 7 раз всего лишь. Да, коллеги. И первый случай, который я сразу вспоминаю, это нанесение ракетного удара по военному объекту на фронтищине в районе Делятина. Путинская армия крайне рационально использует эти самые ракеты класса «Кинжал». Дело в том, что их на самом деле на вооружении в российской армии не так много. Порядка 30 единиц, вы чутко это заметили. И уж, коль путинская армия использует такое достаточно дорогое и немногочисленное вооружение, то, соответственно, цели, которые определяет путинская армия, являются крайне важными. Соответственно, мы можем совершенно четко понимать, что дроновая атака, которая состоялась минувшей ночи по территории нашей Украины, она была призвана максимально истощить боевые запасы украинской системы противовозвращенной обороны. Далее было совершенно как минимум две ракетных атаки. Они были масштабными. Ракеты летели по всей территории Украины. Но также мы должны быть абсолютно четко понимать, что украинские ракеты будут продолжаться далее. Все эти ракеты будут продолжаться на уничтожение. И, конечно, у нас некая ракета... Владислав, я вас на секундочку остановлю. Да, у нас некие, возможно, возникли проблемы с интернетом и со связью. Сейчас давайте перезагрузим нашу связь и поговорим еще раз о ракетном обстреле и этой массированной атаке и дронами Камикадзе. Напомню, что буквально накануне вечером был атакован и Киев, и южные области нашей страны. Но воздушные силы вооруженных сил Украины сбили все 24 цели. Все эти дроны, Камикадзе, Шахиды были уничтожены. Кроме всего, воздушные силы Украины сообщают, что сегодня были уничтожены 47 ракет из 55, которые запустила Российская Федерация по территории нашей страны. И делаем сейчас и акцентируем ваше внимание, что впервые за долгое время она использовала также гиперзвуковые ракеты «Кинжал» из двух самолетов МиГ-31К, которые базируются на территории Республики Беларусь. И всегда, когда эти самолеты взлетают над этой республикой, в Украине звучит воздушная тревога. Кроме того, напомним, что с 16 января по 1 февраля на территории Республики Беларусь проходят летно-тактические совместные учения России и Беларуси. Об этом также поговорим сейчас в эфире с Владиславом Селезневым. Связь с ним устанавливаем. На данный момент воздушной тревоги уже на территории Украины нет. Звучит она лишь только в Луганской области. Это уже стандартная процедура еще с апреля месяца. Вот карта постепенно обновляется, вновь воздушная тревога. Сейчас звучит на территории Херсонской области. Звучала она на протяжении 4 часов сегодня утром. Да, и как предположил Владислав, что дроны были изначально ночью запущены по территории нашей стороны. Не случайно они запускались для того, чтобы истощить наши силы противовоздушной обороны. Но судя по тому успешному результату, как сработала наша ПВО вследствие массированного ракетного обстрела, не удалось истощить. И мы знаем, и не удастся истощить наши силы ПВО, наших военных и наш народ. Пожалуйста, Владислав, продолжайте. Да, коллеги. К сожалению, активная ракетная деятельность Путинской армии против суверенной Украины дает определенные результаты, связь нестабильна. Соответственно, есть веерное отключение электроэнергии. Это все связано с тем, что украинская энергосистема имеет некоторые повреждения, в том числе от вражеской деятельности. Но я уверен, что это вряд ли остановит и украинские силы обороны в их стремлении освободить территорию нашей страны в границах 1991 года от вражеских войск. И это ни в коем случае не ослабит нашу поддержку украинских сил обороны. Каждый из нас делает на своем месте, на пределе своих возможностей, все для нашей победы. Что же касается тех процессов, которые происходят в настоящее время, в определенной степени это такой себе акт отчаяния. Путина лично, путинской армии, если мы берем в целом всю эту ситуацию, потому как очевидно, что несмотря на громогласные заявления путинских пропагандистов, ничего вменяемого и соответствующего тем ресурсам, которые ежесуточно вкладывает путинская армия в эту войну, в эту войну российская армия не приобрела. Она несет огромные потери. Мортировок российских потерь ежесуточно увеличится на цифру более чем 500 российских солдат, которые погибли в результате эффективной работы украинских армииалистов, украинских подразделений, механизированных подразделений, танковых подразделений. То есть все наши воины работают на единый результат. Чем больше вражеской техники, вражеского личности мы уничтожим, тем более эффективно в дальнейшем будет украинское контрнаступление. А оно будет, это очевидно. И та военно-техническая помощь, которую мы получаем от наших захватных партнеров, она, собственно говоря, и является тем самым фундаментом, который будет в дальнейшем реализована в рамках нашего контрнаступления. Да, Владислав, вот стоит еще поговорить об этой военной помощи, чтобы изменить всю ситуацию на Донбассе и в целом на нашей длинной линии фронта. Украине необходимо наступательное оружие, в частности танки. Валерий Залужный об этом говорил еще в недавнем интервью The Economist. Тогда он утверждал, что необходимо как минимум 300 танков для того, чтобы выйти на границы 23 февраля. Владислав, вот, собственно, сколько месяцев понадобится сейчас вооруженным силам Украины, чтобы танковые батальоны и вся та танковая помощь, которая будет передана Украине, изменила ситуацию на нашем фронте? Коллеги, дело в том, что если мы с вами введем речь про 300 танков, это уже не батальон, это уже бригады. И как минимум три танковых бригады, оснащенные по нормам и правилам стран, которые входят в состав Североатлантического альянса, будут действовать на разных участках фронта. Безусловно, всему этому процессу, финальному процессу освобождения территории нашей страны, будут предшествовать определенные моменты. Они связаны с определенными бюрократическими процедурами, они будут связаны с определенными логистическими процедурами, связаны с перемещением этой бронетехники, с созданием, соответственно, ремонтно-восстановительной базы, базы по обслуживанию этой бронетехники. Ну и, соответственно, эти процессы будут связаны с подготовкой обученного военного персонала, потому как экипажи для современных, очень мощных танков, которые нам будут поставлять наши британские, немецкие, американские партнеры, они требуют квалифицированного обслуживания, квалифицированной эксплуатации. Собственно говоря, думаю, что над этим кейсом уже сейчас работают определенные службы, определенные полигоны, учебные центры. И в ближайшей перспективе, я думаю, мы обученные части подразделения, обеспеченные по нормам и стандартам Североатлантического альянса, получим. Как долго будет продолжаться этот процесс? Он может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Ну, буквально один пример. Например, операторы для комплексов противовоздушной обороны «Патриот» будут готовиться на территории учебных центров США. Они уже готовятся неделю, как находятся там? Да. А финальная дата этой подготовки – это спустя 10 недель от начала этих всех мероприятий. Поэтому, думаю, что подготовка наших наводчиков, механиков, водителей, командиров танков пройдет много скорее, много быстрее. И даже невзирая на то, что специфика эксплуатации западных танков низко отличается от техники, которые в настоящее время используют украинские силы обороны, тем не менее, наши воины с этой задачей справятся. А далее эти танки будут работать на тот наш конечный результат, к которому мы все стремимся, на нашу победу. Владислав, ну вчера была настоящая истерика среди российских пропагандистов. Кричали они, сами себя лягушками, жабами называли. Стоит напомнить об этом воина в болотах. И заявили уже вчера, что немецкие танки «Леопард-2» оснащены какими-то подкалиберными бронебойными снарядами с урановыми сердечниками. Их использование в Украине против россиян Москва расценит, как применение грязно-ядерных бомб. Вот так они хотят расценивать эту технику. Вопрос, и что дальше? На что намекает вот этот Гаврилов, который, собственно, и заявил об этой версии? Что вы думаете? Безусловно, тот же Гаврилов пытается нагнетать ситуацию, пытается представить эту ситуацию как попытку украинских сил обороны использовать в том числе и запрещенные составляющие нынешней российско-украинской войны. Ведь по факту, перед чем мы в настоящее время стоим? Фактически, путинская армия использует все компоненты вооружения и военной техники, которые имеют на своем составе, ну кроме разве что химического, биологического и оружия с ядерными составляющими. Думаю, что таким образом ключевой спикер от Российской Федерации пытается представить этот конфликт, как, мол, путинская армия пытается реагировать на те или иные вызовы со стороны украинской армии. Ну, очевидно, что наши западные партнеры абсолютно рационально исходят из тех возможностей, которыми обладают. И не думаю, что именно этот тип боеприпасов украинская армия будет использовать. Достаточно иных составляющих, в том числе и по части боеприпасов к танкам, которые мы получим от наших немецких, иных европейских партнеров для того, чтобы эффективно уничтожать вражескую бронетехнику. Очевидно, что боевые действия продолжаются. Очевидно, что путинская пропаганда пытается поднять градус напряжения, но насколько эффективно у них это получается? Ну, очевидно. Путинская пропаганда, на существование которой ежегодно тратится порядка двух миллиардов долларов, собственно говоря, показала свой ипотентис и неспособность эффективно влиять на те процессы, которые на следующее время происходят. О чем мы с вами можем говорить, когда над путинской пропагандой фактически весь мир смеется и всерьез не воспринимает ни единую тезу, которую озвучивает все ключевые спектры Российской Федерации, начиная от Владимира Путина. Да. Владислав, и еще давайте обсудим одну тему. Западная пресса сейчас уделяет внимание фрегату военно-морского флота Российской Федерации, адмирал Горшков, который движется сейчас в сторону США. Путин в свое время говорил, что на борту могут находиться гиперзвуковые ракеты «Циркон» с ядерными боеголовками и дальность их действий якобы составляет тысячу километров. Что думаете о таких передвижениях и возвращении ядерной риторики в информационное поле со стороны и российских чиновников, и пропагандистов, о которых вы только что говорили? Безусловно. Это попытка изменить ситуацию, это попытка каким-то образом на эту ситуацию влиять, но также я хорошо, четко помню о том, что один в поле не воин. Даже несмотря на то, что советская, затем российская пропаганда пытается время от времени изменить этот тезис. Один фрегат, даже оснащенный современным оружием, не в состоянии изменить геополитический баланс в мире. Потому как 10 авиационных групп, которые находятся на вооружении вооруженных сил США, это все-таки более мощная составляющая, более мощная система, которая на самом деле способна влиять на многие геополитические расклады в этом мире. А один фрегат, даже вооруженный теми самыми цирконами, позвольте, а когда мы с вами не раз воочию видели эффективность использования этого ракетного комплекса, не разу. А тут мы можем с абсолютной рациональностью поставить себе вопрос. Насколько российская пропаганда соответствует российским реалиям, возможностям российской техники? Ведь тот самый штамп про то, что российская армия является самой мощной, ну или, скажем так, второй помощностью в мире, украинские силы обороны развенчали и разбили в пух и прах. Думаю, что в определенной степени это может относиться и к тем самым цирконом, который находится на борту того самого фрегата, который совершает одиночное плавание морями и мирового океана. Владислав, тем временем США укрепляют первый рубеж обороны НАТО на случай российской агрессии, сообщает The New York Times. Пентагон будет держать несколько тысяч военных на авиабазе в Румынии еще не менее 9 месяцев. На базе будут находиться военные 101-й воздушно-десантной дивизии. Возглавят эту миссию двухзвездный генерал армии США. В издании также уточняют, что эти силы станут первой линией обороны, если Россия вторгнется дальше на Запад. Как вы считаете, при каких обстоятельствах это может произойти и может ли произойти возможная война России с НАТО? Дело в том, что украинское сопротивление, эффективные действия украинской армии ломает все те самые стереотипы и шаблоны, которые в течение 30 лет создавались и очень системно обеспечивались путинской пропагандой. В настоящее время очевидно, что путинская армия не настолько мощна, сильна и эффективна, как про то рассказывают путинские пропагандисты. Совершенно очевидно, что американские солдаты действуют максимально рационально. Они находятся в определенных местах, они располагаются в определенных центрах и на базах, и они готовы действовать в тех рамках и возможностях, которые им определяется их мандатом. То, что 101-я дивизия прошла многие горячие точки, многие конфликты, и в этих конфликтах она была максимально эффективна, об этом знает весь мир. Поэтому это абсолютно четкий сигнал Путину, его окружению, его генералам относительно того, что отныне и навсегда страны коллективного Запада, во главе коалиции, которые находятся в Соединенных Штатах Америки, и, соответственно, вся боевая мощь их армии не будут мириться с путинскими желаниями, не будут идти на определенные капромиссные действия. Миропорядок, установленный по итогу Второй мировой войны, на европейском континенте должен быть восстановлен. С этим солидарны все страны Запада, и, думаю, именно в этом направлении сейчас работают все страны Запада. Ключевая техническая составляющая – это помощь от наших западных партнеров. Но людские ресурсы, обученный персонал, решения, в том числе стратегического уровня – это ответственность украинского генералитета, украинское высшее военно-политическое руководство. Это очевидно. И в этом противостоянии мы с такой мощной поддержкой обязательно победим. Да, обязательно. Владислав, спасибо вам большое за профессиональный комментарий. Отличный, кстати, у вас фон сегодня. Владислав Селеднев, военный обозреватель, бывший спикер Вооруженных сил Украины, был с нами в эфире «Фридема». Всего доброго.